Друзья, ну вот мы вышли на крышу, в зону фуршета, как я и говорила, она у нас с видом на Неву, и не успела я вам до прихода гостей показать, что у нас сделано в итоге, но покажу сейчас. Одним глазком мы с вами заглянем. Посмотрите, какой у нас необычный план просадки. Каждый гость подходит, берет, находит карточку со своим именем, и на этой карточке написано, за каким столиком тот или иной гость сидит. Ну, как я и говорила, да, у нас зеркальная поверхность, каждый гость находит вот как раз-таки небольшую композицию со своим именем, отрывает эту композицию, на ней написано имя и номер стола, если это гость российский, и на французском языке имя и номер стола, если это гость французский. Ну и заметьте, тоже написано отдельно карточку, отдельно... Так, я не смогла прочитать, но отдельно вообще на французском языке, это план рассадки. Так, чтобы гости могли подойти и понять вообще, для чего это нужно. Сова говорит, что дневник невесты Ирины Корневой – это магическая книга заклинаний, после знакомства с которой даже самой неопытной феей откроются двери в загадочный и желанный мир счастья, любви и уюта. Ну вот москвичи приехали, вас хоть на террасу вы... Хоть на террасу вас сводить, а то вы живете в Питере и ничего не видели. Мы сейчас вам расскажем, что ли. Да, я прощатки работал уже несколько раз, но еще... На террасу не было. Это как, кто-то мне сказал, а что, в Исаке проводится венчание? Я говорю, вот мы москвичи приехали, хоть расскажем вам, что в Исаке проводится венчание. Мы, кстати, начали проводить вот с вас. Вот, и я прощатку. Его, ну, он недавно завоевал РПЦ, он перешел к РПЦ совсем-совсем недавно, и поэтому там сейчас венчание стали проводить. Короче, мы первые были, кстати. Вы первые были, кстати. Вы первые, да, были, кто проводит венчание в Исаке. После Петра вы первые. После Петра мы самые первые. Это ведущие, вы поняли, да? Вы уже их увидели, и Петр, наш видеограф. После Петра как раз. После Петра, да. Петр, который разговаривает на всех языках мира, и вот даже на иврите, я так поняла, говорили. Такая звезда, да, Вида. Вообще, кстати, очень большое спасибо нашим организаторам за подсказку. У нас сегодня трансляциональная свадьба, у нас много импортных гостей, и нам всегда просто будет сегодня ориентироваться во время вечера. Кто откуда? У нас гости сегодня из Великобритании, из Германии, и наши родненькие. Вот, и мы всегда можем посмотреть, кто откуда. И только некоторые имеют тройное гражданство, что вводит в заблуждение нас, ведущих. И только ТЭО знает, да, кто. У меня тоже есть свой значок, смотри, с какой страны, смотри, переверни Тараси. Но тебе значок и не нужен, в принципе, ты вот так понятно. Я так старался, чтобы ты наш. Мы где-то с Дона парень приехал сегодня. Я потом и Кушкина просто. Короче, они себя, я думаю, зажгут, сто процентов, реально. Вы же даже сейчас рядом с ними, я понимаю, что они зажгут, да? Что делать будем? Что мы будем делать сегодня? Пить. Пить, гулять и веселиться? Пить. Мы специально сделали здесь много разных зон, чтобы гостям было интересно находиться здесь, чтобы гости не просто смотрели на Неву, но и фотографировались, угощались там, на фуршете. Подходили вот к той графитной доске, причем этот фуршет очень рядом с графитной доской, выполнен очень стильно, с деревянными столиками. С праздником вас! С деревянными столиками, с угощениями. И заметьте, здесь не просто стоят угощения, здесь четко написано, что это за угощение. Причем и на русском, и на французском языке, чтобы гости понимали, чем они угощаются. Отдельно у нас играет саксофонист, создает нам настроение Франции. Заметьте, мы подаем гостям напитки в стекле, потому что это выглядит гораздо красивее, гораздо эстетично, и поэтому у нас нет бутылок пластмассовых ни на банкете, ни на фуршете. У нас исключительно стеклянные посуды, стеклянные бутылочки, в общем-то стекло везде. Вы обращайте на это внимание и старайтесь избегать пластмассовых бутылок, пятилитровых, трехлитровых, полуторалитровых, а все-таки лучше закупать напитки в стекле. Ну, наша задача вообще их познакомить, потому что половина гостей друг друга просто не понимает. Я не говорю о том, что они друг друга видят в первый раз, они просто даже не понимают. У нас есть языковой барьер, который нам сегодня поможет переступить наш добрый друг, ваш верный араб. На самом деле, друзья, они просто не знают, что у нас сегодня третий день свадьбы, так что все нормально. У нас на самом деле уже третий день свадьбы, у нас было венчание, на котором был Петя. Венчание очень трогательное. А я думаю, откуда такой стойкий запах переговорки передневного? Кстати, то, что уже банкетный зал продлили до двух часов ночи, это говорит о том, что сегодня планы нормальные. Потому что у Виталия вьюна, у моего диджея, сегодня будет продление. Потому что у Виталия будет дополнительный доход сегодня. У Виталия будет дополнительный заработок, он заработает лишние свои две с половиной, три с половиной тысячи рублей. Друзья, ну, Дима просто не знает, о чем Тео говорил там с французскими гостями. Тео, что они там, что они тебе рассказывали интересного? Ну, они меня в основном спрашивают, какие-то там... Где мы, да? Да, где мы, а что это такое, а кто это такое, почему, да? Что происходит вообще? Он спрашивает, а это твой коллега, который вот подходит сейчас, говорит, твой коллега, который вот в сером костюме, он будет до конца вечера, да? Когда он уйдет, да? Да, да, да. То есть, не пей один, но придется еще его послушать, да, 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 я буду все переводить, все, что буду говорить. Потому что надо будет как-то объединить вас все, вот из России и из Франции, все, которые приехали сегодня, чтобы веселиться. Поэтому они уже как-то веселятся и смотрят на нас, смотри, вот смотри, они смотрят и уже зовут меня, да, типа, нужен переводчик, надо рассказать, чтобы... Знаешь, мне кажется, что просто они устали, они уже третий день здесь на этой террасе, и просто машут, пожалуйста, отпустите в туалет. Наши координаторы в свое время раздают наклеечки, как вы видите, о-о-о, там они отрывают эти наклеечки. Гости подходят и говорят, с какой они страны, Россия или Франция, и наклеечки у нас не только российские и французские, у нас еще и английский язык есть, да, гостям было понятно, вот они только подошли и сразу понимают, на каком языке, в принципе, они могут обращаться, английский, французский или русский. Три флажка. Три флажка, обозначающие, на каких языках наши гости могут общаться. Это очень здорово, и сразу сблизить наших гостей, сразу будет понятно, как обращаться к нашим гостям. Немножко меньше стало гостей вот здесь вот, вот в этой фуршетной зоне, где графитная доска, я об этом решила подойти чуточку ближе, для того, чтобы показать вам ближе эту графитную доску. Посмотрите, это такие французские напевы, и на этой графитной доске, что важно, изображены именно те цветы, которые у нас используются сегодня в декоре, не только наверху на веранде, но и те цветы, которые используются в декоре внизу, те, которые я вам уже показала. То есть это пионы, это гортензии и так далее, и даже та самая сиренька, варенье из которого получат сегодня каждый гость нашего мероприятия. И, в общем-то, все в одной концепции, это была принципиальная наша позиция, чтобы все у нас было в одном стиле. И столы мы специально сделали деревянные, доставили сюда деревянные столы, чтобы все это было в такой натуральных оттенках, так скажем. Ну, а отдельно мы еще сделали фуршетную линию для напитков, как вы видите, где стоят, как я вам уже показывала, напитки в стеклянных бутылочках. Вообще, мне здесь очень нравится, знаете, вот очень здорово организовано все. Смотрите, у нас и саксофонист из группы Just Inside, и еда, и еще еда. И, кстати, и нам тоже еда, то есть очень много еды. А у нас еще и пиво, кстати говоря. Вы заметили, что у нас европейское пиво специально для наших европейцев, исключительно европейское пиво. Друзья, Дима завидует просто, не обращайте внимания. Он просто тоже уже, подождите, слюна просто, слюна течет. Он такой смотрит на пивасик, думает, ах, я работаю, работаю сегодня, не могу. А ты пивасик думаешь, может быть, и еще одно. Ребят, спасибо вам большое. Я обязательно покажу, как вы сегодня развлекаете. Вы просто рвете на части этот зал этих прекрасных наших гостей, которые приехали с разных абсолютно уголков вселенной мира. Дима так, ага, ага, да, покажи, покажи. Покажи, что мы там будем делать, покажи. Тео, сейчас потихонечку начнем спускаться. Вы тогда их спускаете, а мы первой партией с Златой идем вниз, чтобы рассаживать. Сразу уголков наши террасы, где вы в ней выходили. Давайте соберемся в одном. Толкуем здесь, в серединке и сделаем одного. Кристина, а где второй фотограф? А, они побежали фоткать, подождите, они побежали фоткать, а кто еще? Вы фотограф? Петь, а где еще второй фотограф? Или они оба убежали? Кристина, одного фотографа оставь нам. Кто должен это решать? Вот вы мне скажите, если нет организатора на свадьбе. Мне вот реально интересно, я просто маню приложу. Кто делает это? Невеста сама делает это, если нет организатора на свадьбе? Ну, по-разному бывает. С огорчением сказал Петя. Может, чтобы девочки мои были здесь в кадре? В одну линию, да? Или даже вот сейчас Кристина отдельно, кстати, попрошу, давайте поаплодируем нашему фотографу, поприветствуем ее. Я всегда за то, чтобы перед началом банкета делать коллективную фотографию. Это правильно. Пока гости еще свеженькие, пока молодожен еще свеженький. Все в выглаженных нарядах. Никто еще не посидел на стульях. Не съел помаду. Ну, так как сегодня у нас и французы, и русские. У нас два ведущих. И Тео объясняет как раз таки французам, как лучше встать, что нужно сделать. Дима, в свою очередь, объясняет российским, русским гостям, как нужно встать, что нужно сделать. Чтобы в итоге у нас получилась красивая фотография. Обычно это делают как раз таки либо ведущие, либо фотографы. Но так как у фотографа нет микрофона, поэтому, конечно, правильнее, когда выстраивают накрытевную фотографию именно ведущие. Ну, соответственно, если у вас двуязычная свадьба, то оба ведущие должны рассказать гостям, что нужно делать. Потому что не всегда гости понимают, а что делать-то нужно, а видно меня, не видно, а для чего я здесь стою. Конечно. Все, замолкаю. Какую подводку делает ведущий, что он говорит нашим гостям, чтобы сделать несколько разноплановых фотографий. Ну, сейчас, говорит Тео, вряд ли что-то понимаете. Но Дима сказал, что нужно сделать серьезную фотографию. Опять мы попали на тот момент, когда говорит Тео. Дима говорит, следующая фотография у нас радостная. И русские гости, соответственно, поняли, что нужно улыбнуться. И французские гости сейчас, после того, как Тео рассказал, тоже поняли, что нужно улыбаться. И следующая фотография. Улыбаемся, при этом кричим и поднимаем все вверх руки. Приготовились. Я считаю, до трех вы поднимаете руки, начинаете кричать и улыбаться. И... Готовы? Готовы? Од, два, три! Так его не видно? Да, он зеленый. Возьми другой. Прикольно. Другой зеленый цвет и оттенок, он на кладу. Классно, я смотрю, не видно его. Зажми на кладу сверху, наверху, слева. Так, как это делать? Сверху. По-моему, таческой. А, все, поняла. И смотрю сюда, прикольно. Видишь, какой Старворс классный получился? Вообще огниво. А, второе фото. Я, в общем, тут фоткаюсь фотобудки. Здесь, короче говоря, хромакей, да, и там появляется изображение звездных воинов. И я, в общем, классно, так уже пофоткалась. В общем-то, у меня, наверное, много новых фотографий появится. Я хочу вам сказать, дорогие мои друзья. Через 15 секунд будут опечатаны фотки. Что получилось? О, прикольно. Алена и жена. Алена и жена. Печать. Слушай, я открываю рот, а у меня зубы черные становятся. Видел? Вот, детки, если вы видите плохо через зубы, вот это раз такие зубы. О, господи. Вот это раз такие желтые, черные зубы. Ух ты, классно. Спасибо большое. Вот, смотрите, ребятули. Смотрите, ребятули. Внутри 0618. Алена и жена. Старворд. Старворд. Звездные войны наступают. Друзья, еще больше не показала вам. Хочу показать. Сделали вот такие вот некие такие импровизированные рамки с фотографиями, где показана наша маленькая невеста, опять же, наша невеста со своей старшей сестренкой, женас, мама женаса с братиком и женасом. Свадьба наших молодоженов здесь, так как свадьба, вы скажете, какая свадьба, поженились наши молодожены год назад во Франции, а здесь у нас было венчание, соответственно, и праздник в честь венчания. И также еще несколько колец, где показана жизнь наших молодоженов, их детские фотографии, их совместные фотографии, чтобы наши гости могли как раз-таки в перерывах подходить, смотреть, разглядывать. Как раз-таки здесь такой, опять же, импровизированный столик, может быть, выпить шампанского, поставить шампанское здесь, посмотреть, какие наши молодожены были малыши, маленькие. То есть тоже, как вариант, можно взять на реализацию, потому что вот это обычная, по сути, как называется, обруч, который можно крутить. То есть, в принципе, это практически такой же обруч, только сделан с цветами, с веточками, с зеленью. И в целом, в общем, выглядит очень гармонично, вот в этом зале очень-очень гармонично вписывается, потому что здесь также вот такие же золотые подсвечники, также у нас на тарелочках золотые бусинки. И в целом, в общем, все вместе создает гармонию. Как я и говорила, самое главное в любом деле – это гармония, чтобы все друг к другу подходило идеально. Что вы им сказали? Слушай, я сказал, что те, кто чокнулся с Юрием и Венером – это к деньгам, а те, кто чокнулся с Оленом и Мариполь – это к путешествию. Они пошли чокаться. А-а-а, все захотели денег и путешествия, да? Я просто решил сделать себе перерывчик в работе, я так ищу. Я задал, что люблю интернациональные свадьбы. Всегда три раза дольше, чем наша обычная свадьба. Ты говоришь шутку, смеются наши, смеются Тео, переводят французам, смеются французы. А ты сидишь 15 минут, пьешь кофе, пока все проржутся. Ведущий на русском языке объясняет русской команде, ведущий на французском языке объясняет французским гостям. И получается, что русскоговорящий ведущий болеет якобы за русских гостей, а францоговорящий ведущий болеет якобы за французских гостей. Получается, такое командное соревнование. Друзья, у нас первый танец молодых, и заметьте, у нас пошел сразу же тяжелый дым. Все абсолютно замело тяжелым дымом, и молодожены наши развиваются в этом тяжелом дыме. показывая нам виртуозный танец, который они поставили во Франции, кстати говоря. А постановкой танца занимались друзья наших молодоженов. Причем танец у наших молодоженов разделен на три части. Первая часть сейчас будет, потом будет небольшой тост, а потом еще две части. Аленка очень нервничала перед этим танцем, очень переживала, что собьется, что-то не получится. Заметьте, как хорошо усилает тяжелый дым пол, как будто бы они действительно танцуют на облаке. Наши молодожены танцуют в облаке. Папа смотрит с такой нежностью на Аленку, мама смотрит, я вижу, что аж слезки на глазах появляются. У меня, кстати, тоже, хотя Аленка не моя дочка. Главное, все-таки, правильная музыка, красивый антураж. И, безусловно, это выводит на определенные эмоции. Горька! 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 Как я и говорила, молодожены хотят после танца сказать пару слов гостям, и после этого танец продолжится. На этом еще не все. Второй танец. Дима. Это вторая часть танца, как раз таки. Танцуют папа Жанаса и тетя Жанаса. И сейчас будет третий танец, третья часть, как я и говорила, третья часть танца, когда приглашаются уже все гости для того, чтобы тем самым открыть танцевальную паузу. В очередной раз хочу сказать, как круто, когда есть кавер-круппа на мероприятии, даже я с нами пританцовываю. И как только ребята вышли, подошли к микрофону, взяли инструменты, тут же практически все гости встали и начали танцевать. Причем реально танцуют и французы, и русские гости. Гостей много на танцполе, потому что им это понятно. Те люди, которые не хотят группать, они в свою очередь смотрят на кавер-круппу, смотрят на исполнителей тоже интересно, потому что там есть инструменты. Видите, как чок, чтобы с ними сработали. Договорились так, что подводка у меня такая будет. Еще очень здорово, когда в кавер-круппе есть два вокалиста, не только мужской вокал, но и женский вокал. Первая часть у нас была с женским вокалом, а сейчас у нас блок на мужском вокале. Это здорово, реально, когда есть там плановый вокал. У нас сегодня не будет розыгрыша подвязка, бутоньерки, будет только розыгрыш букета. На свадьбе есть очень красивая традиция – невеста. Ну, а правильнее сказать уже, жена бросает своим незамужним подругам букет. И та, которая поймает этот букет в ближайшее время, а это максимум 25 лет, должна выйти замуж. Ну, в ближайшие 25 лет, логично. Заметьте, для французских гостей Тео переводит, чтобы девчонки французские тоже поняли вообще, что и как, что к чему. Поэтому я обязан задать вопрос. Девчонки, кто из вас хочет выйти замуж? Девчонки, я желаю для начала всем вам найти свою вторую половину. А если повезет, то и целого мужика. И такие случаи иногда бывают. Сегодняшний праздник – это доказательство. Вообще, Алён, у нас есть возможность осчастливить всю эту грядку целиком. Тебе для этого сейчас необходимо просто выпить страйк. Нужно бросить так, чтобы достался каждый. Но достанется той, у которой у нас не есть. Смотрите, сегодня у нас другой букет, у нашей невесты. Первый день у нас во время венчания букет был такой скромный, небольшой. А сегодня у нас букет такой более насыщенными цветами, с пионами. Для того, чтобы этот букет остался кому-то из-под руки. Друзья, я предлагаю все вместе подключиться к этому процессу. Сейчас мы все дружно-дробко считаем до трех. На счет три, Алёна, бросаем букет. Итак, сейчас мы должны подключить все вместе, до трех. И на трех, мы будем подключить все вместе. Давай, все вместе. Идем, поехали! Все готовы? Так, один, два, три! Все, порядка, мы готовы. Еще разочной, давайте, все вместе нужно. Раз, два, три! Заслужина абсолютно, именно эта девушка держала у нас венчание, нашими молодоженами в момент венчания. Поэтому я считаю, что абсолютно заслужина. Я надеюсь, что в ближайшее время она и ее вторая половинка из Чехии, у нее из Чехии, молодой человек поженится. Искренне этого желаю вам, дорогие ребята, если вы сейчас смотрите это видео. Самый главный вопрос, почему 3 июня? День крещения, наша невеста, именно 3 июня. И еще кое-что. Приснили, какие еды по... Лена должна быть? Елена, все правильно, Елена. Именно поэтому 3 июня. Именно поэтому 3 июня не планировалось у нас венчание, потому что именно 3 июня именинство, Алены Алены и именно 3 июня ее крестили. Вот так вот, то есть все должно быть именно сегодня. Но! Причали, что они 1 числа, сегодня мы празднуем венчание и Кристины, и именины, и все сегодня, все именно 3 июня. Это же профессионал, это профессионализм, это все профессионализм. Чувствую, все как по маслу, все так и было задумано. Сказать о крестинах и именинах именно тогда, когда крестное должно быть. Конечно, конечно. Он томил нас до самого конца вечера. Расследили обязанности, у нас помимо тортика будет еще кое-что, вот Виолетта ко мне подошла. Запуск шкаров на крыше, в это время я буду контролировать простовый салат, раздачу и мороженого, чтобы было все подготовлено. И чтобы тортик все мы разрезали уже, и к приходу все было готово. В общем, Виола остается здесь, я бегу на крыше к Злате, к Злате, Злате в этот момент уже подготовила шарики, которые мы будем запускать. Хотели в ночное небо запустить, но в Питере ночного нет, с неба. А, уже довольно-таки темно, так что нормально запустим, да. Так что Виолетта остается здесь, а мы сейчас пойдем наверх смотреть с вами запуск шкаров, но только после того, как вынесут торт, конечно же, разумеется. Кстати говоря, нам сейчас написала наша невеста на 10 августа, Надюша написала, что она следит за нашим инстаграмом, и что мы большие молодцы, и все, очень круто. Организовано. Надюша, у тебя будет 100% не хуже. Еще круче. У нас подготовка к выносу свадебного торта. Ждем и дождемся, когда тортик появится в зале. Естественно, первые кусочки молодоженов гостят родители, а потом уже официанты просто раздадут. Как сказала Виолетта, у нас помимо тортика будет еще мороженое, еще будут фрукты. Еды, конечно, очень много, ребятам есть не переесть, потому что ребята улетают завтра, послезавтра улетают, ребята, родители улетают завтра. Надеемся, что за один день они съедят всю ту еду, которая останется, потому что останется, конечно, еды многоматенько. Давайте тоже подойдем ближе, я боюсь, что мы ничего не увидим. Мы ничего не увидим. Мы ничего не увидим. Если бы я была такого роста, как Тео. Шикарный свадебный торт. Заметьте, мы специально не ставим торт «Холодные огни», мы ставим их рядышком. Кофе Федорова забьет. И вот издержаться горько. 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 Внизу есть дым, и это очень круто, когда есть что-то сопровождающее тортик. Вот все у нас услано просто дымом внизу. И вот он, первый кусок «Совкой жизни». Первый кусочек подарят самым близким людям, своим родителям. Жанаса, крой, друзья! Жанаса предварительно сказала... ТЕЩЕ! ...сказала слово и отнес кусочек практически своей второй маме уже, ТЕЩЕ. Не кормите. Принимайте нас с вашей стороной. Большинство из вас... Жанаса говорит на русском языке первый раз в жизни. Это так мило. Хотите, пожалуйста. ПОДПИШИСЬ! 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 Так мило и могу! ПОДПИШИСЬ! Я бы хотел сказать спасибо... ...мое любописное... Ребят, а вы заметили, что сегодня много... А, вы то же не слышали. Сегодня очень много людей говорили о том, что Жанаса до встречи с Аленой очень любил велосипед. И когда он встретил Аленку, он перестал остаться специально на велосипеде и стал проводить много времени с ним. Именно поэтому фигурка на фигурке велосипед, именно поэтому он на этом велосипеде и Аленка, которую он встретил. Также хотели бы поблагодарить наших организаторов, наших свадьбов, всю команду, всю мою любовь. Спасибо вам большое, браво! Виолетту надо показать, в первую очередь показать Виолетту, потому что она очень много сделала для того, чтобы все было хорошо. Чтобы все срослось. Пойдемте, подойдем. Я говорю, что в первую очередь надо показать тебе. В первую очередь спасибо тебе. И тебе. Ты должна была сказать, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас мы не знаем, что говорит Жанас. Надеемся, что он тоже говорит теплые слова какие-то, хорошие. Я прошу, чтобы не быть на фоне с ребятами. После того, я еще хочу поблагодарить всю организацию, особенно Кино Любовь. Спасибо. Про нас тоже сказали. Вы знаете, вот хотелось бы сейчас отдельно поблагодарить тех людей, которые помогли сделать этот праздник для вас незабываемым. И действительно красивым, ярким, со всеми эмоциями, которые здесь есть. И я хотел бы пригласить всю команду в команду свадебного агентства Кино Любовь. Давайте пожаловать. Великой корневой. Таким молодым, как вы не заберете. Мы хотели подарить вам подарочек, который будет напоминать вам о свадьбе. Здесь четыре вида меда, российского меда, чтобы вы вспоминали о России. Спасибо. 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 Аленка у нас любит деревянные всякие стилия, поэтому мы сделали ей деревянную коробочку. И в этой деревянной коробочке четыре вида меда абсолютно разного, который будет напоминать Россию, матушку, на Францию вашим дорогим молодоженам. Мы сейчас идем наверх на террасу запускать шары. Это такой завершающий момент вечера. И после этого у нас будет еще церемония запечатывания. И далее уже большой такой блок дискотеки. Пойдемте наверх. Уже так смеркается. Сейчас на улице 12-й час ночи, но по ощущениям нет такого ощущения, что 12-й час ночи, потому что довольно-таки светло по ощущению. У нас есть несколько видов шаров. Маленькие, чуть побольше и прям огромные шары. Сейчас каждый наш гость будет загадывать желание и запускать. Кстати, хочу заметить, что для французов это прям такое забавное развлечение. То есть они прям с таким удовольствием взяли каждый по шарику и такие, ух ты, классно. Еще и шарики есть сегодня. Вы сейчас можете сказать о том, что, Ирина, вы же говорите, что шары это плохо. Ребята, шары плохо в оформлении декора. В декоре. Шары плохо в декоре. Запуск шаров, когда они вот такие разноплановые. Сегодня у нас есть определенная стилистика свадьбы, определенные цвета. Когда вот такие разноплановые шары, это как раз таки напоминает, знаете, такое, что-то такое, я не знаю, прощание с детством, что ли, некое такое. Изначально мы думали, что у нас будет фейерверк. Мы хотели это сделать, но в силу того, что у нас белые ночи, фейерверк был бы не очень актуален. Поэтому мы решили сделать запуск шаров, но важно, мы сделали абсолютно их разноплановые. Заметьте, это не просто какие-то маленькие шарики, это шары и очень большие, крупные, средние и совсем маленькие. Чтобы создать вот такое вот ощущение облачка такого, знаете. Кстати, там еще осталось довольно-таки большое количество шаров, поэтому я пойду сбегаю и тоже возьму себе парочку штук. В конце концов я тоже хочу запустить шарики и загадать желание. Я решила взять самый большой шар, самый огромный и запустить. Почему всем нормальные шары достались? Организаторам, да? Почему всем достались нормальные шары, а мне как этот шар запускать? Ты бросай его, Дим, так подбрасывай. Ура! Ок! Ура! Присед ah! Ура! 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 Друзья, а теперь поворачиваемся на камеру, смотрите, осмотримся в честные Кристинины глаза, который говорит, что отдаст нам фотографии, уже... Мне пора! Помимо тортика у нас есть фруктовый салат сегодня, причем не просто фруктовый, надо резать фруктовый салат, это национальное французское блюдо, гости подходят и накладывают себе вот этот салат в тарелочки и угощаются им, для них это такой десерт. Наверное, именно поэтому француженки такие стройные, все и худенькие, они не кушают, наверное, тортики, они кушают одни фруктики, вот тебе и десерт получается, надо брать на вооруженнице, пожалуй, хотя тортики я все-таки пойду попробую. У нас будет сейчас церемония запечатывания, я заранее, помните, в начале вечера, я поставила сургучную печать, найк письма, и ребята сейчас проведут для наших молодоженов эту церемонию запечатывания, мы в подарок сделали короб для наших молодоженов, надеюсь, они действительно откроют этот короб на десятую годовщину. Что это такое? Сегодня, день свадьбы, Алена и Жанас решили сделать обращение друг к другу, такое письмо будущее, наложить сегодня, в котором они пишут свои эмоции сегодня, которые они исцелуют, точнее уже это написали, и обращение друг к другу тоже есть, 40 лет, 40 лет, 40 лет. Ребята решили на 40 лет запечатать, круто, круто, круто. Действительно, ребята откроют, достанут это письмо, откроют его и вспомнят все те же эмоции, которые они переживали сегодня. Мы запечатали на 40 лет, надеюсь, что на 40-ую годовщину свадьбы мы тоже их увидим, мы тоже будем рядом, все-таки 8 месяцев были рядом и хотим через 40 лет тоже их увидеть. Будет сейчас СДЕ, сейчас будет СДЕ, как было венчание, пойдемте смотреть скорее. Чувствую себя победителем в этот момент, дорогие друзья, я думаю, что самое время на вот этой ноте, аааа, сказать вам до свидания. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Напоминаю, что встречаемся с вами по прежнему каждый вторник, сверху иногда еще и по субботам. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Всего хорошего и пока-пока!